МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне в последнее время тоже в сердце есть такое переживание, или, не знаю, слово правильно сказать, или, не знаю, размышление. Вот после того, что здесь начали, да, вот это движение, общение, говорить об Иисусе, это не то, чтобы мы начали, да, или там кто-то начал. Я думаю, что, ну, правильнее будет сказать, что это Бог начал, да, свое творение. Еще одно, да, что-то новое, которое, ну, для него, может быть, это не новые какие-то вещи, это новые для нас, вот, прежде всего, потому что, как бы, здесь находиться, и люди, я смотрю, сюда приходят, которые, допустим, даже есть те, которые не связаны, да, с центром биобилитации, не связаны, там, с каким-то прошлым таким, которое у нас было, да, наркотики, там, алкоголизм. Конечно, я знаю, что здесь есть люди, которые, если они сидят здесь, значит, ты что-то привлекает, да, значит, есть что-то, которое манит в себе, значит, есть что-то, которое влечет, да, к себе. И я думаю, что это слово Божие, да, я думаю, что это услышать его волю для своей жизни, узнать его слово, да, узнать какое-то направление для себя, может быть, чуть больше понять, да, кто я перед Богом, может быть, чуть больше понять, кто мы перед Богом, да, и, может быть, чуть яснее увидеть свою цель, да, может быть, чуть яснее увидеть направление в своей жизни, да, которое иногда, на самом деле, очень расплывчато, да, находится перед нашими глазами, очень расплывчато находится перед нашими сердцами, да. И вот Костя говорил, мне понравилось на прошлом собрании, он говорил филиппийцам, третья глава, мы еще вернемся и посмотрим эти стихи, чтобы освежить немножко в нашей памяти. И очень интересно было услышать, и когда он говорил, я не знаю, внутри меня, внутри моего сердца что-то перевернулось еще раз, вот еще что-то я опять что-то новое начал переживать, как когда-то, когда Бог дотронулся до моего сердца, и он начал творение внутри меня, и было очень радостно мне, да, я ощущал первую любовь в своей жизни, и я пытался ее передавать другим людям, и передавал ее, не знаю, хорошо это было для кого-то, или было плохо, потому что иногда, свою любовь, которую мы передаем, люди страдают, да, или нет, ну, бывает так, что мы настолько любим других людей, что мы начинаем о них заботиться, с ними проводить время, съедать им мозг, говорить с ними, Евангелие, настолько, что 3-4 часа, которые мы можем сидеть вместе с ними, чтобы поговорить, в конце концов, ты видишь, что раздается храп уже, да, то, что люди в шоке от того, что ты любишь их настолько, и еще говоришь о Божьей любви, да, которую он имеет по отношению к нам, и люди, которые слушают это, они думают, ну, нифига себе, Бог так любит меня, что уже столько информации, и я услышал, что просто в шоке теперь, и это бывает, на самом деле, потому что, как бы, не то, что это плохо, да, не сказать, что это хорошо, но это нормально, да, потому что, действительно, Бог, он имеет по отношению к нам определенный план и определенную цель, которую он преследует, завоевать нас, да, от того, что мы говорили, уже закипел чайник, она горячо будет, да, и приятно, на самом деле, находиться здесь, и, как я уже сказал, Костя начал говорить об обновлении, вот, о том, что, так как называется, вот этот, да, центр, вот, это место, в котором мы сегодня находимся, вот, и оно нам нужно, да, каждому обновлению, потому что, без обновления, мы становимся сухими людьми, мы становимся мертвыми, мы становимся скучными, да, мы становимся пресными, мы становимся, да, людьми, которыми обыденными, да, и я это знаю по себе, потому что я почти 15 лет провел в центре реабилитации, после того, что я ушел, я попал в церковь, я не выбирал в церкви, я не знал каких-то там, как мне люди рассказывают, кто у вас там, Рик Реннер, или там, Билли Грэм, или там еще кто-то, я не понимал, что это значит, эти слова, этих проповедников, я просто знал, что мне нужна церковь, где есть христиане, которых я знаю, ну, не все, но хотя бы одного человека или двух, или просто приду в какой-то церковь, в которой никого не знаю, тоже буду начинать с нуля, какая разница, это мои братья, мои сестры, и я думаю, что мне будет с ними хорошо, это я думал тогда. Я так думал, а потом я поменял свое мнение, и то, что я понимал для себя, то, что моя цель, это продолжать искать Бога, это продолжать служить Ему, это продолжать иметь какое-то видение относительно своей жизни, да, как мне продолжать ее, вот, и как мне продолжать искать Бога, и какое-то слово, да, я хотел иметь для себя, хотя слово я имел очень много в своей жизни, да, настолько, что все вместе, когда я начинал думать обо всем, у меня просто разрывалась голова, от того, что, да, я понимал очень много, на самом деле, и мне все говорили, ну, твое христианство, оно начнется, знаешь, когда, когда ты окажешься на улице без центра реабилитации, вот тогда ты увидишь, какой ты христианинка, и говорят, что в центре это очень легко, да, потому что ты с людьми, и есть кому всегда морочить голову, и есть другие люди, которые морочат голову тебе, и это все прекрасно, да, но когда ты будешь один находиться в своей квартире, там, с своей женой, жене, кстати, тоже можно морочить голову, да, если кто-то не знает, я совет даю, морочите голову женам, да, но по теме, по теме Евангелия, вот, ну, по другим темам тоже можно говорить, а то же нам убежит, подумает, что, конце концов, муж или геозди, слишком, вот, поэтому не все так плохо, на самом деле, вот, и я думал об этом, вот, и Костя говорил об обновлении, да, и я вспоминал вот эти моменты в своей жизни, то, что, как я нуждалась в этом, чтобы Бог обновил меня, и не то, чтобы я уже, там, закоксовался, да, или, там, уже пришел в какое-то состояние мертвое, да, или, там, еще какое-то, вот, но я чувствовал внутри себя, что все равно, да, есть какой-то определенный застой внутри меня, в моей жизни, есть внутри моего сердца какой-то, не знаю, какая-то сухость, какая-то законничество какое-то, какой-то еще непонятный дух, такой смурной, вот, во мне, и я начал искать Бога, да, я спрашивал его, ну, что я еще могу делать для тебя, вот, что я могу, помимо того, что я прихожу в церковь и грею стул, там, на заднем сидении, на заднем ряду, что я могу еще делать, да, вот, и размышлял об этом, я понимаю, что мне нужно обновление, что мне нужно еще, да, не то, чтобы Богу что-то дать, а что-то взять от Бога еще, вот, потому что я знаю, что Богу от меня ничего не нужно, потому что я ничего не могу дать ему, да, песня одна, которую мы поем, очень нравится, она говорит, с пустыми руками, приду я к тебе, да, потому что у меня ничего нет, то, что тебе дать, и иногда мы говорим, что мы должны Богу дать, да, но что мы можем дать, на самом деле, да, люди, которые без него потеряны, люди, которые, на самом деле, нуждаются в нем, да, мы иногда говорим о том, что ищите Бога, да, но Бог, он не потерян, да, или нет, Бог, он не потерялся, мы иногда говорим, ищи Бога, но что его искать, потому что он не потерянный, это мы потеряны, это он хочет нас искать, он хочет нас найти, и мы лишь должны подчиниться, да, мы лишь должны отдаться вот этой цели, которая на самом деле Бог имеет по отношению к нам, это, да, как Павел говорит, найтись в нем, да, не со своей праведностью, которая от закона, да, но которая действительно, она во Христе Иисусе, да, которые в его милости, и на самом деле нам нужно это обновление, и вот мне понравилось, да, то, что Кость сказал, то, что иногда мы, да, живем, и вот прожили там определенное время, там, кто-то там, не знаю, 18 лет, там, центре, еще там, в церкви, сколько-то лет, там, и так далее, и были разные, да, уровни, директора, лидеры, старшие лидеры, помощники, там, и так далее, вот, и, конечно, за это время действительно, как бы, ты приобретаешь определенный навык и проповедовать, и говорить с людьми, и научить чего-то, и делать чего-то, там, и так далее, но это все, да, как я начал понимать потом, когда я оказался просто в церкви, да, или просто приехал в какой-то центр реабилитации, ну, в другой, не в ретку, в котором я находилась, и находился там с ребятами, говорил с ними, там, и на самом деле понимал, что, ну, вот, то, что они живут, я это прожил уже тысячу раз, на самом деле, то, что они говорят, там, и размышления какие-то, я это уже давно все знаю, как бы, я ничего нового не вижу для себя, и когда я начинал что-то говорить, конечно, они сидели, и у них рот открыт был, они просто спрашивали, вот, ты сколько времени был, я говорю, ну, я почти 15 лет, они, ладно, мы домой, король, больше не хотим находиться, короче, здесь, вот, я говорю, ну, это не значит, что вы должны столько быть, потому что я не могу сказать, что сейчас это, вы все, давай, 15 лет, ты 18, ты кто-то, ты сколько-то лет, нет, дело не в этом, потому что цель это на самом деле приблизиться к Богу, да, цель это на самом деле, чтобы человек, он обрел Христа в своей жизни, и чтобы он был отдан, да, вот этой цели, чтобы служить ему, чтобы искать его от всего сердца, не потому что искать, что Бог потерян, но потому что мы потеряем без него, для этого мы его ищем, и вот эти стихи филиппийцам, в третьей главе, давайте немножко освежим их, третья глава филиппийцам, я прочитаю, слова Павла, 4 стиха, хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой, если кто другой думает, надеется на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день из рода Израиля у колена Вениаминова, евреи от евреев по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законы непорочны, но что для меня было приобретением, то ради Христа я почел счетой, да и все почитаю счетой, ради превосходства в познании Христа Иисуса, Господа нашего, для него я от всего отказался и все почитаю за сорт, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере, чтобы познать его и силу воскресения его и участие в траданиях его, сообразуясь в смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвого, говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забываю задние, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели и почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. И на самом деле для меня это очень такие, ну, важные слова, важные стихи, да, и здесь говорится, вот это 14, которое мы прочитали, стремлюсь к цели. И другой перевод написан, я не помню какой, точно, но там говорится слова, что лечу стрелой к намеченной цели. И на самом деле именно об этой, да, именно на эту тему я хотел сегодня говорить, и это то, что было в моем сердце в последнее время. Не то, что, как бы, в последнее время, это всегда было в моем сердце, вот. И с того момента, когда я узнал Христа, с того момента, когда я начал служить Ему, с того момента, когда я начал, когда я отдал Ему свою жизнь. И здесь, говоря, стремлюсь к цели, да. Как можно стремиться к цели, допустим, да, что такое вообще стремиться к цели? Для начала мы должны понять для себя, что такое цель, или кто такой цель, да, кто является целью в нашей жизни. Например, если ты, да, там, жених или невеста, там, для тебя цель – это, да, жених, там, да, если ты невеста, для тебя цель – это жених. И ты, наверное, хочешь достигать, да, своего жениха, чтобы быть с ним. И твоя цель – это рано или поздно жениться, да, и выйти замуж. И если ты христианин, например, человек возрожденный, то твоя цель должна быть – это Иисус, да, который ты видишь перед собой каждый день, который ты просыпаешься, и в твоей, да, разуме, в твоем сердце уже начинается молитва, да. Ты уже благодаришь Бога за то, что ты открыл глаза сегодня, что ты не умер, да, что ты не в тюрьме сегодня находишься, хотя бы, может быть, находился там когда-бы, что ты находишься не в каком-то, да, месте, там, в заключении, в заперти, где ты находишься с наркоманами, там, на притоне, или там еще в каком-то месте, да, плохом. Вот, но то, что ты живой, на самом деле. И я долгое время просыпался с такой молитвой, да, и вот это время, которое мы начинали, вот это мы начинаем, да, вот этот центр, это движение, в моем сердце опять проснулось, вот это желание, да, это не то, чтобы его не было, да, это не то, чтобы оно было потеряно для меня, но как будто оно было немножко изменено, да, все стало как бы привычно, да, я вставал по утрам, продолжал, я шел куда-то, да, гулять у себя там дома, здесь одевал наушники, слушал прославления, бегал прославления, делал какую-то зарядку, вот, слушал проповеди и так далее, но я понимаю, что что-то не хватало, как бы, я это уже знаю, как делать, это уже все привычно, это уже все ясно для меня, и как будто ты просто катишься, да, по накатной, и все. Но здесь написано «Стремлюсь к цели высшего звания Божьего во Христе Иисусе». И на самом деле, да, как замечательно, что, да, Павел, он дает такой совет и ставит себя, да, в пример, что «Стремлюсь к цели». И на самом деле мне понравился один пример, один, я сейчас его расскажу, он не из Библии, но он очень ясно показывает того, что, каким образом мы должны быть устремлены, да, по отношению к цели. И история такая, то, что был один учитель, он был хороший стрелок из лука, вот, и он обучал, у него было несколько учеников, которых он обучал вот этой стрельбе. Он был очень мудрый, очень старый, вот, и однажды он пригласил своего любимого ученика в поле, где, на этом поле, неподалеку там рос одно, ну, росло дерево, да, рос дуб. И он сказал ученику, что мы сегодня будем стрелять из лука, и я тебя сегодня буду учить, как это делать. И он достал из своего кармана розу, пошел к этому дереву, прикрепил ее на стволе, отошел потом обратно, достал ленту, завязал себе глаза, достал из своего рюкзака или там колчана стрелу, зарядил ее, натянул тетиву, отпустил, и тут такой глухой звук, он не попал в цельхию. И ученик, чтобы не смущать учителя, да, он ему сказал, ну, учитель, это было всего лишь первый раз с завязанными глазами, может быть, давай еще раз попробуем, и тогда ты попадешь уже по-любому. Он, учитель, снял повязку и сказал такие слова, ты знаешь, что как раз урок был в этом, для тебя, то, что трудно попасть в цель, не видя ее. И на самом деле это то, что происходит, да, ну, в жизни христианина. Если твоя цель, она потеряна, да, искать Бога от всего сердца, если твоя цель, она уже стала расплывчатой для тебя, да, хотя, может быть, никогда ты видел ясный Иисус перед глазами, да, видел его как, да, как то направление, к которому мы должны стремиться, как Павел здесь говорит, стремлюсь к цели, да, лечу стрелой к цели, лечу стрелой к Иисусу, да, это то, что должно происходить в наших сердцах, это то, что должно происходить в наших жизнях. А когда глаза завязаны, да, когда мы ничего не видим перед собой, почему, потому что есть грех, да, есть мир, есть какие-то проблемы определенные, которые накладывают вот эту повязку на наши глаза, есть обыденность, да, в нашей жизни, есть вот это состояние, когда нам все надоедает, и, может быть, опускаются руки, и ты говоришь сегодня, ну, я сегодня молиться не буду, я думаю, что Бог на меня не обидится сегодня за это. И завтра ты говоришь то же самое, да, ну, буду смотреть телевизор целыми днями, потому что на самом деле, ну, это нормально, вместо того, чтобы почитать Библию, да, хотя бы час в день или два, допустим. Но это лишь, как бы, такой пример, конечно, это не то, что там образец чего-то, да, понятно, что здесь каждый, он, ну, я смотрю на себя просто, да, как я думаю, например, иногда, то, что, что мне нужно для меня, например, и я себя ловлю на одной мысли, то, что, Вадим, да, осторожно будь, как ты живешь, да, будь целеустремленным человеком, такой, который, когда Иисус положил в тебя что-то, да, когда Он показал тебе цель, ясно, да, по которой ты должен идти, не теряй ее, иди к Нему, да, чтобы достичь Его. И на самом деле, мне очень нравятся слова тоже, 2 Тимофея, давайте откроем. 4 глава, 7-8 стих. Это очень знаменитые стихи тоже. Сегодня вообще будем говорить вот эти стихи, которые вы все знаете, вот, но, как бы, я бы хотел напомнить о них. К подвигам добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день Оны, и не только мне, но всем возлюбившим явление Его. И на самом деле, я вот не хотел там разбирать, что такое значит подвигам добрым, подвязался там, что значит это все слова, да, потому что, как бы, мы сейчас не об этом, я хотел говорить, чтобы там, да, заниматься теологией, изучением там и так далее. Вот, но мне нравится то, что Павел, он увидел при жизни венец, да, который был готовым к нему. Он знал, что его жизнь, да, соответствует Евангелеву. Он знал, что его жизнь, она не порочит имя Христа. Он знал, что его жизнь, она действительно, да, была припоясана истиной, да, как подвигом добрым, говорит он, да, он написал, что подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. И на самом деле, очень важно, да, чтобы это происходило в наших сердцах, да, чтобы мы знали для себя, на самом деле, то, что иногда, я людей спрашиваю, вот в церкви мы сидим иногда, я, человек спрашивал, а ты спасенный? Мы говорили о Евангелии, мы говорили о том, что хорошее слово сегодня было, как пастор проповедовал там и так далее. И я потом спросил, а ты вообще спасенный из своих? Он говорит, я не знаю, я говорю, а ты всегда говорю, что красиво пастор проповедовал, какое слово, какие-то мне стихи, короче, там, я говорю, ну, и что это, и что ты спасенный или нет? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. И на самом деле, Павел, он, да, Павел, он знал, ясно, да, и он видел, он видел венец, правда, да, с моей жизни. Он уже видел то, что Иисус приголзован для него. Он знал, что он спасен, он был убежден, да, он знал, что он дойдет до конца в своей вере, он говорит, что веру сохранил, да, хотя бы он живой еще был, Павел, да, но он уже знал, да, что, наверное, он будет страдать за Христа, да, он знал уже то, что в этом страдании он все равно дойдет до конца в своей жизни. И он знал то, что, он знал, что ему уготовано, да, он знал, что вот этот венец, которые Бог приготовил для него, и говорит, что не только для меня, а всех, которые возлюбили то же явление его. То есть это уже относится и к нам, да, людям, которые здесь сегодня находятся, или, может быть, не находятся еще здесь. Вот. И как хорошо, на самом деле, чтобы наши глаза, они были открыты для того, чтобы мы были целеустремлены. Я вот выписал для себя здесь, не знаю, если я смогу прочитать то, что я написал. Обычно я мог раньше, вот, я думаю, что это могу. Что такое целеустремленность? Не в тени писал. Целеустремленность – это сознательная, активная направленность личности на определенный результат деятельности. И человек вот этот, который целеустремленный, он знает, куда он идет, он знает, чего он хочет, и знает, за что он борется. И не отклоняется от определенной и намеченной цели. И на самом деле, как бы, да, я вот читал, сейчас у нас есть Вики-Вики, да, Википедия и все вот это, вот, и на самом деле, как бы, я когда прочитал, и вот это выписал для себя, и как ясно, да, что вроде это не христиане, да, вроде не, ну, там, это не христианское высказывание, это не касается христианства, это касается, как бы, общей, да, формулировки. Но когда я смотрел, вот это, да, целеустремленность, это сознательная и активная направленность личности. То есть это не просто, как бы, какое-то желание наше, да, которое мы имеем, которое может быть годами носить внутри себя, но так и не реализовать свою жизнь. Это не просто, да, я вот прихожу в церковь, сижу и слушаю, и причастие делаю там, и не знаю, может быть, кричу и так далее, вот, это не, значит, здесь будет активная, да, направленность личности. То есть это наше определенное действие, да, какое-то, то есть это наша определенная, это наша определенная вера, которая сопровождается делами, да, это наша определенная отдача, да, это наше определенное служение, да, которые у нас может быть или есть в нашей жизни и иногда то что я видел например да и то что я понимал что мы можем смотреть только две стороны и два пути про который говорит иисус христос в евангелии что есть широкий путь на широкая дорога есть узкий иногда мы ищем еще третий путь да или нет мы пытаемся еще третий путь найти более короткий да или там объездной путь вот это очень часто сталкиваются люди которые используют навигатор в своей жизни вот есть несколько вариантов дорог которые нам предлагается есть самая длинная дорога есть покороче еще есть очень короткая как правило очень короткая это через какие-нибудь дачи или нет или через какие-то огороды которые можно или поля даже может быть который дорога серым цветом обозначена не зеленым вот и можно проехать и оставить так что подвеска и пол машины останется там на этой дороге я вам еще расскажу свой опыт потом я не просто так начал говорить об этом и на самом деле давайте откроем евангелия от матфея четырнадцатая глава быстро прочитаем один момент я вам обещаю то что я затягивать не буду я вижу что вы уже замерзли спасибо мороз разогрелись но камп кофе есть потому что если пойдет нормально что в ближайшие три с половиной часа вы не сможете уйти и ваня от матфея четырнадцатая глава двадцать пятого стиха в четвертую же стражу ночи пошел к ним иисус сидя идя по морю ученики увидев его идущего по морю встревожились и говорили это призрак и от страха встречали но иисус тотчас заговорил с сказал обойтись это я не бойтесь петр сказал ему в ответ господи если это ты повели мне прийти к тебе по воде он рассказал иди и выйти из лодки петр пошел по воде чтобы подойти к иисусу но видя сильный ветер испугался и начал утопать и закричал господи спаси меня и для меня например на вот для то что произошло здесь это часто происходит и с нами да и часто происходит в моей жизни здесь говорит то что не будем да вот это рассматривать то что там в лодке там ветер не ветер ну понятно что у нас много ветров из вашей жизни правильный нет много у нас есть морей намного у нас есть волн в нашей жизни потому что есть проблемы там есть заботы которые есть каждый день которые мы должны решать там мы иногда им подчиняемся они делают заложниками нас да разные ситуации которые мы живем и на самом деле да мы к нас качает да в этой лодке много раз если мы вообще в лодке находится может быть мы иногда просто марафин сюда в воде и уже утопаем вот но здесь написано что ученики они были в лодке да тем не менее и петр он сказал иисусу если это ты прикажи мне пойти так же как и ты по воде и говорит что ну иисус сказал хорошо иди и для меня например да эта история она очень ясно нам показывает то что происходит с нами то что происходит со мной много раз я знаю что когда я смотрю на иисуса я иду по воде да я выше проблем этого мира да я выше греха на который есть мире я выше какие-то ситуации которые есть и которые хотят обладать в моей жизни до встать на первое место в моей жизни до проблемы так и так далее страхи может быть моими сомнения я понимаю что находясь в море это все происходит да и в мире на самом деле это так происходит есть много страхов есть много сомнений есть множество религии которые иногда мы подвержены и есть люди которые на самом деле я вот удивлен был очень сильно у меня есть одна знакомая вот она была когда-то баптистской на протяжении шести лет или семи вот и причем такая уже зрелая женщина была в лет 45 я водная где-то шесть или семь лет она посещала церковь не просто посещала имел на служение какой-то и потом через какое-то время я узнал что она в свидетелье его в церкви находится и я не встретила она и я не спросила это правда что вы сейчас ушли поменяли там направление своей жизни ну да потому что я считаю что христианство это ерунда все вот а свидетель Его это все правда я говорю не знаю но если вы так считаете ладно вот но на самом деле да слово оно ясно говорит нам о том что какое направление должно быть жизни да оно нам говорит о троице да о том что бог ты един да о том что бог он это не женщина на как множество религии говорится что даже бог у бога есть жена да и так далее там и даже несколько жен есть у некоторых богов и тоже боги слава богу слава богу за бога да или нет что он не такой вот и здесь говорится да вот эта история то что пока петр он смотрел на иисуса да он побеждал он шел по воде и если мы смотрим на иисуса мы побеждаем да если мы видим цель перед собой христа если мы целью устремлены на к нему чтобы искать его чтобы угождать ему своей жизнью на своей на служение я не знаю можно быть своим сердцем на как мы его ищем потому что понятно что здесь как бы я понимаю что не все здесь сидят и служба или там хотят служить да это как бы но не так важно да понятно что не все может быть будут но искать бога от всего сердца да и искать бога от всего сердца и быть послушным на его слово быть послушным на его волю искать его волю для своей жизни я думаю что без этого христианства не может быть я считаю что христианин да это не просто человек который посещает церковь как иногда люди считают что это хороший добрый человек который посещает церковь и который помогает другим вот это определение христианство на сегодняшний день иногда есть на самом деле это далеко не так и хорошо что мы это понимаем да все вот но может не все но многие понимают вот и пока петр он смотрел на иисуса он шел по воде и да потом наверное да как мы можем понять наверное он начал смотреть по сторонам да иногда мы смотрим на мир иногда мы смотрим по сторонам мы теряем цель мы теряем иисуса перед глазами и мы утопаем на самом деле на в мире утопает проблему которые есть утопаем в иисусе да что на самом деле тоже обидно и но все таки это бывает но тем не менее бывает что петр петр он закричал да иисус он подошел взял его за руку и вытащил да оттуда и вот уже приблизились мы к этой истории про который я хотел рассказать а вот мы не так давно ездили в костроме кострому вот и я ни разу не ездил туда вот мне было очень трудно в дороге вот потому что как бы на самом деле тысячу по моему 100 или 1200 километров вот ехать и конечно что я включил навигатор как профи у меня все это и глазами было зеленая стрелка все маршрут все дела и вот осталось где-то метров 300 по моему уже 400 жена уже сидела выло рядом короче и она уже на самом деле была в шоке от поездки от такой уже почти я видел в ее глазах разочарование уже почти я видел что она хотел сказать давайте разворачиваться брат лучше возьму билеты на поезд но тем не менее у нас была цель до достигнуть костромы и мы продолжали свой путь и вот после определенного поворота пропал gps у меня на навигаторе и было два пути опять я это все там перезагружал я это все там это все как профессионал все делал все быстро на ходу потому что уже мы ехали километров 15 вот от этого места где надо было повернуть на самом деле вот и все-таки он не дал два маршрута и так как я таксист то я всегда выбираю короткий путь быстрый короче и там вот в этом навигаторе там он мне показал один который длинный был он там пять часов мне показал и был 320 километров а другой маршрут он был три часа вот и был 280 на 40 километров меньше я обрадовался я думаю что на самом деле это прикольно я приеду первым ребята они сзади там останутся вот и я им покажу язык потом скажу я на русской машине я быстрее приехал чем вы на мерседесе и мы это мы продолжали свой путь и когда я свернул вот в этот поворот который не нужно было сворачивать на там без я внутри себя начал сомневаться я думал о том что у меня началось осуждение вадим что ты сделал зачем свернул на этот поворот ты же знаешь что короткий маршрут это будет сейчас курс и вы представляете мы попали сначала на дорогу который не сделано было между лесом которая шла вот просто выкопанная грунтов где было там я не знаю по пояс воды мы плыли как на катере там потом начались поля короче дороги тоже не было просто по глине потом потом началась щебенка насыпь такая как кирпичи биты короче мы были просто в шоке на самом деле и внутри себя я понимал то что я выбрал неправильный маршрут для себя и на самом деле надо было идти длинным путем надо было ехать длинным путем и прийти к цели на который на самом деле иногда нам кажется что далеко но в конечном итоге она находится близко и как на самом деле важно чтобы как на самом деле важно что иисус он не поступил таким образом по отношению к нам да что он не пошел короткой дорогой что он не выбрал короткий путь для себя да и он не сделал таким образом как я сделал да посмотрел на вот эту дорогу которая была как будто лучше быстрее и так далее да иисус он исполнил все пророчества иисус исполнил каждое слово которое было написано да иисус исполнил писание он сказал то что ни одна даже самая маленькая буква да никакая не запятая не точка она не исчезнет да из книги ничего не пропадет я пришел для того чтобы это исполнить писание и на самом деле это очень важно да чтобы мы не пошли вот этой короткой дорогой не потеряли цель на самом деле потому что иногда это происходит да я по себе это знаю иногда нам легче да свернуть и выбрать этот легкий маршрут думаешь ну вот это не буду делать да ну подумаешь я христианин там уже 15 лет 18 лет там 20 лет 5 лет я не знаю я уже библию могу не читать я уже просто ее кидаю и пусть она лежит в пыли в шкафу или там еще где то и тебя спросят она у тебя библия есть ты есть но я не знаю где она ты не можешь ее найти в своей квартире потому что у тебя есть телефон еще да потому что можно на телефоне еще читать то это оправдание здесь конечно я в телефоне читаю библию не на самом деле бывает по-разному на самом деле не важно где ты читаешь важно чтобы ты читал и 1 коринфянам давайте откроем я уже буду заканчивать 9 глава ободрительными стихами я закончу которые тоже вы знаете 9 глава 1 коринфянам с 23 стиха сие же делаю для евангелия чтобы быть соучастником его не знаете ли вы что бегущие на ресталисе бегут все но один получает награду так бегите чтобы получить все подвижники воздерживаются от всего те для получения венца тледного а мы не тледного и потому я бегу не так как на неверное бьюсь не так чтобы только бить воздух но усмиряю и порабощаю тело мое дабы проповедовать другим самому не остаться не достойным и другой перевода современный мне тоже вот нравится я сравнивал там там написано 26 стих и потому я бегу не так как на неверный вот этот говорит а современный говорит что я бегу как тот у кого есть цель вот и на самом деле как бы не знаю сказать правильно мне больше нравится или не больше вот но как бы для меня он яснее говорит потому что как бы ты читаешь что ну бегу как на неверное да и как будто ну не до конца я понимаю смысл о чем это говорит этот стих когда я читаю о том что я бегу как тот у кого есть цель на мне сразу ясно почему я но о чем здесь говорится на я не я должен бежать как тот у кого есть цель и он своей жизни однажды я помню когда я покаялся да когда я уже встал вот на это листались на эти соревнования да я вышел я побежал много кто побежал вы ребята побежали да здесь но и которые сидят вообще побежали когда я вот на этом листались на этом стадионе я был критерный забег нашей жизни были много там были препятствий кучи по дороге мы падали друг друга поднимали потом потом сами падали кто поднимает и втянули король разных ситуаций было много здесь говоришь что на павел сравнивать соревнования но говорят что для того чтобы бежать да для того чтобы бороться для того чтобы сражаться кое что все подвижники они много чего отказываются для того чтобы победить для венца тленного да я вот олимпиаду смотрел недавно и на самом деле поражен был я никогда не смотрел мне был все равно а вот что-то в этот раз я начал смотреть и был удивлен на самом деле а люди там бегают там дрались там еще чуть-чуть и делали разные соревнования выполняли упражнения там из такой отдачи что ну я думаю я думал про себя хорошо в испании христиане были чтобы они таким образом искали бога с таким ревенью они просто там играли во что-то там или сражались там на шпагах или еще чуть-чуть и будет делали но как бы сравнение понятно да о чем мы говорим и вот каждый из нас он да после того что узнал христа для когда когда начал слышать слово божье исполнять его он начал исполнять да начал вот этот свой забег в своей жизни и мы сегодняшний день бежим я знаю что я бегу сегодня опять вот и понятно что я спотыкаюсь очень трудно иногда бежать да у кого-то битрудный бежать потому что вес большой да потому что может быть трудно отказаться от чего-то у кого-то трудно потому что вес маленький наоборот тоже трудно бежать потому что себя трудно нести тоже а вот ноги заплетают тоже вот и от чего зависит насколько мы питаемся тоже да есть люди которые много питаются если которые мало мало питания слова божьего она есть в нашей жизни сил тоже нет тогда это точно так это я уверен в этом и здесь говорят что бьюсь всерьез да не просто махаю кулаками по воздуху и греческий перевод мне нравится там пишет то что бьюсь чтобы ставить синяк под глазом вот здесь говорит что хочу поразить цель и когда глаза завязаны как я начал говорить с этой истории мы не видим с кем мы сражаемся я не знаю мне нравится примеру так приводить всегда да то что вот на ринге например если бы глаза завязали хотя мы смотрим фильмы там до разных боевики и там люди все таки умудряются да синяк под глазом поставить хотя завязаны глаза в соперник но на самом деле в реальной жизни как бы я считаю что это практически невозможно сделать да если тебе завязать глаза и сказать делай там чего-нибудь да и поместить тебя в это обстановку незнакомую для тебя понятно что ты ночью можешь стать куда-то там включить свет видеть но не видя там пройтись 3 метра 4 метра 5 там я не знаю еще что сделать но как бы в реальности да очень трудно драться завязанными глазами здесь павел говорит что я не хочу быть просто не хочу быть просто воздух да потому что когда мы бьемся без иисуса христа да когда мы бьемся без духа святого в нашей жизни да с врагом который есть а здесь написано что мне не здесь написано мы знаем что кто наш враг это дьявол это плоть да это наше желание наше сомнение там и так далее да то что присутствует в мире на попы тяче и корни житейский так далее вот здесь хватит смиряю да и порабощая тело мое дабы проповеды другим самому не остаться недостойным да и это не говорится о том что мы должны там свое тело там избивать кнутом многие люди так думают потому что монахи там где-то думают таким образом то что дам себе тысячу плетей и вот грехи грехи которые были у меня вот это вот они простят и изнуряю свое тело на самом деле но здесь не об этом изнурение говорит да здесь говорится о жертве на которая должна быть у нас в нашей жизни по отношению к богу а сердце правильно да а ущемление для каких-то наших желаниях которые мы имеем на по отношении там к себе запустим и наоборот в исполнении божьих желаний да и наоборот в исполнении божьих целей за которые он хочет относительно того чтобы мы имели по отношению к себе да и по отношению к нему и я вот эту тему думал когда вот эти все истории я пришел на к одному заключению таком который я уже как бы да уже сказал что он слава богу да да иисус христа что он не пошел на короткой дороге и то что он видел ясно цель перед собой ты нам видел бога перед глазами давид в своем псалме да он говорит что я видел господа всегда я видел господа перед собой и на самом деле как важно да да чтобы мы имели иисуса христа как цель перед глазами как важно чтобы у нас была вот эта целеустремленность нашей личности да в том чтобы мы могли отдать свою жизнь ему в общем да как павел говорит что лечу стрелой к намеченной цели да он говорит что бьюсь серьез и как важно на самом деле чтобы мы не потеряли свою целеустремленность по отношению к иисусу чтобы мы искали его с такой же силой как когда-то мы начали потому что иногда мы начинаем свой забег и мы полны сил я помню что мне было когда 19 лет когда я начал свой путь в христе и я помню что мне было все равно я готов был не спать ночами я многие вещи готов был сделать говорить сутками с людьми у них была голова в уши подайка к темной пробьерин но я понимал но как бы я ну как сегодняшний день я понимаю что это нужно было да это необходимо было и на quava говоришь что убедить на как тот у кого есть цель до сегодняшний день может быть у тебя больше понимание есть может быть у меня много больше понимания есть но это не всегда, да, помогает нам. Как вот недавно тоже на собрании говорили опыт, да, который вот мы прочитали, что я не считаю себя достигшим, да, потому что мы не должны так себя считать, если мы уже достигли чего-то, хотя бы выросли там во Христе. Я не считаю себя достигшим, на самом деле, но только хочу простираться вперед, забывая заднее, да. Это не то, не то, я не хочу забывать там благословение, которое у меня было, я не хочу забывать какие-то хорошие моменты, приятные, да, которые были в моей жизни, нет. Но я не хочу опираться на свой старый опыт, который я прожил уже во Христе. Я знаю, что меня ждет новый опыт в сегодняшнем дне, я знаю, что завтра с ним дне и после завтра с ним меня ждет еще новый опыт, к которому я хочу стремиться. И это на самом деле и есть цель для меня, чтобы узнать Иисуса и познавать Его, и обновляться в Нем, и чтобы Он обновлял наши цели, да, и чтобы Он обновлял наши сердца. Поэтому давайте об этом будем думать. Аминь. Аминь. Продолжение следует...